Собака-дамка еще с недоверием Собаку и щенков, но щенки, естественно, погибли Получилось ее не сразу поймать, потому что собака пострадала тяжело Очень и к людям не шла Волонтеры и сотрудники ветеринарного госпиталя и друзья говорят, что жестокое обращение с животными стало в нашем городе уже нормой Постоянно у нас в госпитале находится как минимум одно животное, которое пострадало Не просто попав под машину или там заболев, а именно которое было целенаправленно травмировано человеком Недавно в госпиталь поступил звонок Асимилук по поводу собаки, истекающей кровью с травмой головы Было выяснено, что это пулевые ранения Скорее всего, это пневматика, но точно мы сказать не можем Пулевых было, ну как минимум два точно, это глаз и бок И также пострадало ухо Глаз уже вытек до того момента, как к нам привезли А бок уже обрабатывали здесь Назвали одноглазый джо Мучают и убивают собак зачастую целенаправленно В прошлом году волонтер Елена Тарасова за свой счет простерилизовала четырех бездомных собак в своем районе Все они погибли на глазах у детей, это было очень страшно Дети визжали ужасно, и причем эти духантеры, они как бы считают себя чистильщиками На самом деле трупы-то чистильщики, они не убирают Их закапывали дети, которые их кормили Зрелище было душераздирающее просто на самом деле И вот все собаки погибли в муках на детской площадке Причем они жили два года, родители, детей ничего против не имели Они же умирают еще в жутких муках Пена изо рта, судороги, зрелище Там даже мужчины плакали Тех животных, которых удается спасти после нападения человека Волонтеры пристраивают к новым хозяевам Сейчас одноглазый джо уже готов уехать жить в новую семью Да и дамка в скором времени поправится и тоже будет не против поселиться где-нибудь в пригороде или частном доме Желающие забрать этих и других собак, а в госпитале хозяев ищут порядка 20 животных Могут звонить по телефону 8 920 213 11 15 Субтитры создавал DimaTorzok